Всем привет! С вами Олеся на канале Готовим Дома. Сегодня у меня кулинарный эксперимент. Готовлю необычный японский десерт буквально за пару минут из простых продуктов. И называется это чудо моти или мочи. Напишите в комментариях, как правильно произносить название десерта. Готовлю в первый раз. Давайте посмотрим, что у нас получится. В кастрюлю кладу 20 грамм рисовой муки. Я купила рисовую муку в ближайшем магазине. 40 грамм картофельного крахмала. 3 столовых ложки сахара. И маленькую щепотку соли. Вливаю 200 мл молока. Хорошо перемешиваю. И варю мой десерт на слабом или среднем огне. И с нетерпением ожидаю, когда он загустеет и превратится в жевательные молочные конфеты. Уже немного сомневаюсь, загустеет ли когда-нибудь эта жидкая масса. Но продолжаю помешивать. О, уже чувствую, как понемногу масса начинает густеть и собираться на дне кастрюли. И, наконец, прямо на глазах масса быстро собирается в один комок. Я просто счастлива, так как мне не придется отмывать кастрюлю. Минутку подсушу этот большой съедобный слайм на маленьком огне. Приготовь, поделись, подпишись. И, наконец, снимаю с огня. Маленькое кулинарное чудо свершилось. Теперь смазываю руки растительным маслом, для того, чтобы удобнее было сформировать конфетки. Вместо масла можно немного обвалять конфетки в крахмале. И тогда они совершенно не будут липнуть к рукам. Делю массу на 12 частей. Скатываю в шарики. Немного прижимаю и формирую вот такие конфетки. По консистенции масса очень напоминает слайм. Детям точно понравится процесс приготовления. И главное, что этот слайм съедобный. Вот такие интересные и желательные конфеты у нас получились. Можно немного припудрить их какао. И давайте попробуем. Текстура очень необычная. Конфетки мягкие и напоминают восточные сладости. На свой вкус я бы добавила сюда капельку ванили. И обмакнула в шоколад. Или положила бы в середину какой-нибудь мягкий цукатик. Тогда вкус получится более ярким. Но в общем и целом десерт необычный и очень интересный. Как раз для любителей экзотических сладостей. Такой десерт популярен не только в Японии, но также в Южной Корее и Китае. Друзья, спасибо, что провели это время вместе со мной. Надеюсь, вам было интересно, чем завершится этот кулинарный эксперимент. Делитесь видео с друзьями и поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, если вы искренне сопереживали вместе со мной, получится ли у меня моти. Если вам понравилось видео, обязательно подписывайтесь на канал Готовим Дома. Вас ждет еще много вкусных рецептов. А с вами была Олеся. Скоро увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok